Порто-высокие достижения. Куда отлистать в какую сторону? Сюда, чтобы... Не так, не так. Чтобы картинку нам вывести. Устал. Компьютер устал. Такой очищенет. Вот, вот. Вот посмотрите, такая очень интересная такая блокад российского издательства. Начало вот этого года. Вот в начале года одно из российских издательств публиковало фотографию спортсмена Лэнса Амстронга. Очень известный спортсмен. Он завоевал 7 раз. Он завоевывал престижное золото в Тур-де-Франции. Значит, это было после того, как этот человек перенес операцию резекции опухоли яичка с метастазами в головной мозг и в легкие. То есть, представляете, это очень тяжелое заболевание, да? Вот. И, конечно, нужно понимать, что этот человек для того, чтобы подготовиться к обычным соревнованиям, он принимал какие-то препараты. Значит, на самом деле, конечно, смотря на вот этот плакат, мы с вами должны понять, что те люди, которые приходят в спорт, это очень сильно мотивированные люди. Это очень сильные личности. И в связи с этим, конечно, мы вот этот плакат и показывали. Но история оказалась в продолжении. Вы, многие, кто из вас следит за спортивными новостями, наверное, знаете, что в августе месяце Американская антидопинговая ассоциация приняла решение снять с него все вот эти 7, значит, его побед, все его достижения в связи с тем, что вот он использовал некие препараты. И здесь возникает одна из самых таких очень интересных проблем, с которыми мы сталкиваемся. Куда отнести этого спортсмена? С одной стороны, перенеся такое заболевание, мы могли бы его рассматривать не как настоящего спортсмена, а как паралимпийца. Но в паралимпийском движении тоже нет таких вот категорий, как, например, спортсмены, которые перевернут по поводу опухоли и лечи. Сколько таких спортсменов? Они не могут между собой, по большому счету, соревноваться. Если еще там можно как-то найти, там, без ноги, без руки, там, и как-то какие-то группы, там, слепые, например, да, то здесь это уже категория, он выходит за рамки этой категории, да, вот этого пациента. Хочется нам поговорить на сегодняшний день о функциональной мобилизации. Это тот аспект, который в спорте занимает особое значение. Почему? Потому что, работая со спортсменами, мы сталкиваемся не только с лечебными задачами, которые стоят у нас в плане наружной мобилизации, но и с теми, которые имеют специфику именно у спортсменов. Ну, в частности, хотелось бы сказать о том, что одним из важных таких значений является спортивная защита. Вот посмотрите на этот слайд. Здесь продемонстрирована спортивная защита у спортсмена, занимающегося велоспортом. Это высокотехнологичные продукты, которые защищают его на самых разных этапах соревнований. Защищают коленные суставы, там, созвоночник, голову от различных травм, которые он может получить. Что же у нас получается, так скажем, с точки зрения подхода к этим спортсменам? Мы посмотрели на одну только локализацию, на голеностопный сустав. Это достаточно сложное образование у человека, которое очень часто травмируется во время спортивных игр. Частота, ну, скажем так, 50% всех травм приходится на нижние конечности, и не 50% пополам уберят между собой коленный сустав и голеностопный сустав. Вот 25 примерно процентов всех травм. И наиболее частый механизм, тот, который встречается в игре в футбол, в фигурном катании, в хоккей, это ротационный механизм, тогда, когда стопа подворачивается и идет повреждение связочного аппарата синдесмоза и костных образований, которые формируют вилку, удерживающую травмую кость. Значит, конечно, если мы говорим о наших спортсменах, то часто мы видим там особенности. Эти особенности, например, могут быть связаны с тем, что у многих спортсменов существует так называемый синдром гипермобильности суставов. Часто очень наши тренера, отбирая маленьких ребятишек в команды, специально обращают внимание на то, как выглядит связочный аппарат. Мы с вами все прекрасно знаем вот эти тесты на палец, например, как он отгибается, или там вот и вы из сустава на гиперосгибание смотрим. И мы часто очень видим в том же фигурном, например, катании, вид спорта прикреплен именно к нашему лечебному учреждению. Мы видим, что там существует проблема у многих ребятишек, которые приходят в фигурное катание, именно из-за того, что вот так было в свое время отдано предпочтение выбору такого спортсмена. С другой стороны, на сегодняшний день в рамках вообще функционального лечения мы выделяем несколько направлений, которые у нас существуют. И одно из самых частых, которые в спорте используются, это тейпирование. Оно существует двух видов. Есть кинезиотейпирование, которое подразумевает использование достаточно растяжимых таких клейких лент. И чаще всего он используется для купирования болевого синдрома и как защита суставов при лечении различных заболеваний у спортсмена или хронического какого-то болевого синдрома. И с другой стороны, есть еще такой понятие, как статическое тейпирование. Статическое тейпирование, оно как раз решает проблему устойчивости, проблему защиты у спортсмена. И поэтому как раз спорте в основном поменяется. Из-за того, что сам по себе объем тейпов очень небольшой, поэтому оказывается, что затейпировали спортсмены, он вышел на площадку, выступил, сняли с него все. В общем-то, как бы и достаточно легко оказывается. В Европе очень распространено какое-то время вот такое классическое тейпирование голеностопного сустава по хумас. Такая методика, она описана, очень многие школы ее предлагают. В нашей стране, к сожалению, то, что касается тейпирования, это тот насел, который остается до сих пор в неразвитом состоянии. У нас очень мало специалистов, которые действительно владеют техникой тейпирования, как классического, так и кинезио-тейпирования. И надо сказать, что на самом деле многие методики эти были в свое время обостребованы при подготовке к Олимпийским играм в 80-х годах. Но сегодня те традиции, которые в спортивной медицине существовали, они очень надолго были отодвинуты. В 90-е годы они забыли, и, конечно, мы возвращаемся сегодня за счет того, что смотрим, что же делают наши коллеги за рубежом. Они говорят о том, что ленточный бандаж, вот этот вот, который приводился на предыдущем снимке, он дает нам несколько вариантов стабильности. Но, в частности, здесь речь идет о пассивной стабильности, об активной стабильности. А вариант тогда, когда мы используем тейпы, он подразумевает, безусловно, некие сложности выполнения этой технологии. Ну, например, должен быть обязательно обычный персонал, то, о чем мы уже говорили. Постоянный контроль за этим тейпом. То есть, он все время нужно подтягивать, например. Большое количество подручных материалов требуется. То есть, там нужен подтейпинг, например. Нужен окончательный тейп сверху, который накладывается. Кроме того общего, которым обычно выполняется манипуляция. Ну и, конечно, нужно время на выполнение. Поэтому возник вопрос, значит, а есть ли у нас на сегодняшний день какая-то замена. Да, безусловно, мы обратили внимание вот на такие вот ортезы, которые сегодня выпускаются и в которых заложена идеология тейпирования. Вот это особенно важно. Поэтому мы, конечно, подчеркиваем, что здесь есть некие параллели. Только в данном случае стабильность в таких ортезах, она достигается за счет введения еще так называемого базового компонента. Вот этот базовый компонент за счет того, что существует некая форма изначальная. Но в нем используются различные варианты лент, которые реализуют эффект тейпа. Значит, что мы, как бы вот в этом случае, выигрываем, что мы получаем? Укорочение времени, да, и самое главное, что ортез может подсминца на себя надеть. Мы это тоже прекрасно с вами понимаем. Сегодня он в нем, вечер он снял, отдыхает, на следующий день он снова его надел. Наши зарубежные коллеги голландцы, они провели очень такое мудрое исследование. Они взяли пациентов с тейпом и с ортезами, которые на сегодняшний день выпускает одна из компаний. Значит, и провели разницу, посмотрели, есть ли какая-то разница в использовании того и другого. И оказалось, что на самом деле разницы между тейпом и бритцем не существует. Ну, вот такими профессиональными бритцами, которые можно использовать в том числе и у спортсменов. Они говорят о том, что нет полового деморфизма, что нет разницы между мужчинами и женщинами. Нет разницы между спортсменами и неспортсменами, с учетом нашего сегодняшнего разговора. Вот такая вот табличка приводилась в исследование, мы тоже вам ее показываем. То есть, и та разница, которая была, она была обусловлена только некими промежутками в процессе лечения. Что-то было быстрее, что-то было, так скажем, медленнее. И на самом деле считалось, что даже вот тейп, он действует гораздо быстрее, чем ортез. Но, тем не менее, конечный результат оказался одинаков. Значит, что же мы в результате получили использование вот таких вот комплексных ортезов? Мы получили понятие интегрированной стабильности, когда идет воздействие на самые различные образования в самом по себе суставе. Это и связки, это и сустав, и мышцы, и костное образование, которое имеет место быть. Как выглядит на сегодняшний день методика использования ортезов и тейпов? Вот мы с вами должны обратить внимание на этот слайд. Почему? Потому что он нам показывает, что в любом восстановительном лечении существует три основных периода. Но это тогда, когда мы говорим о человеке, получившем травму. И вот верхняя часть, там, где звучит три периода, это то, что одинаково и для спортсмена, и для обычного человека. А у спортсмена еще появляется период, четвертый период, тогда, когда он начинается заниматься спортом. То есть тогда тоже у него есть необходимость в каких-либо, например, ортезах. На сегодняшний день вот эта линейка, которую мы рассматриваем, это линейка Push Brace, она дает нам как раз три основных характеристики изделий. Они здесь показываны на слайде, давайте посмотрим, как они выглядят. Вот посмотрите, в первом есть жесткая ставка, которая стабилизирует сустав. Если лично, например, идет о таком повреждении, как разрыв связочного аппарата, естественно, частичный разрыв, не полный разрыв. То есть когда мы выставляем показания к консервативному лечению. С другой стороны, на следующем слайде мы видим, что ортез имеет большое количество перекрестных лент, он дает нам классическую восьмерку, и не только. То есть он нам позволяет реализовать как раз эффекты тейпирования у такого пациента. Это следующий этап восстановительного лечения этого пациента. Ну и есть вариант тогда, когда долечивается пациент, особенно это касается той группы, которая не является спортсменами, в третьей категории ортеза. Ну а если дальше это спортсмен, то тогда мы переходим к профессиональной линейке, к профессиональным ортезам, которые дают возможность заниматься пациенту, выступать, но не ограничивать движение и страховать те образования, которые каким-либо образом оказались повреждены. Ну вот, в общем-то, и все. И в заключение вот такой эмористический слайд, хотелось бы вам показать и сказать, что на самом деле весь процесс нашей работы, он часто очень представляется мне такой детской игрой, где кубики бросают, там выпадают какие-то цифры, и надо фишки двигать. Ну и вот идешь, идешь, потом раз тебя назад отбрасывает. Спасибо за внимание.